Эхо Москвы С моим гостем, с Андреем Меркурьевым, заслуженным артистом России, с ведущим солистом Большого театра и хореографом. Андрей уже находится в студии. Вот лежат пластинки. Первая пластинка для настроения уже у нас играет на проигрывателе. Говорить мы будем микрофон, ну, вот так его, приблизительно, вот на таком расстоянии. Кстати, можно надеть наушники. Не нужно? Так будет лучше слышно. Нет. Нет? Нет. Андрей не хочет надевать наушники. Если не хочет себя слушать. Когда будет музыка, я надеваю наушники. Так, теперь самое главное моя записка. Все слова у меня записаны, как вы можете понимать о том, о чем мы будем сегодня разговаривать. Сергей Аненков говорит привет, Сережа, привет. Иван Токарев говорит привет, я тоже его приветствую. Вы делитесь, делитесь трансляцией, чтобы как можно больше наших друзей в Фейсбуке, наших друзей вместе с Андреем Меркурьевым услышали и увидели то, что происходит сейчас в прямом эфире. Так, звук выключил у телефона? Конечно. Самое главное, чтобы выключить звук. Татьяна Вакурова, приветствую тебя. Таня, привет. Снежана Гришаева, добрый вечер, Михаил Снежана, здравствуйте. Владимир Кузьмин, это 70 оборотов? Да, 78 оборотов. Игорь Рискин. Игорь, привет. Спасибо. Ирина Арцимович, доброй ночи. Доброй ночи. Приготовься уводить подложку. Пластинка с буги-вуги, джаз-оркестр Джей Лоса. Открыл сегодняшний эфир программы «Винил». Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон и ведущие программы Михаил Куницын. За звукорежиссерским пультом Николай Котов. А сегодня у нас в гостях заслуженный артист России, ведущий солист Большого театра, хореограф Андрей Меркурьев. Андрей, я очень рад приветствовать в студии «Эхо Москвы» в программе «Винил». Я тоже счастлив, что сегодня с вами в этот прекрасный вечер, в эту ночь. Да, и этот вечер мы проведем вместе с нашими радиослушателями, вместе со всеми нашими сетезрителями, которые могут подключаться в наш прямой эфир на сетевизор на сайте «Эхо Москвы». Итак, ну, начнем, как обычно, по порядку. Я, во-первых, хочу поблагодарить, что действительно сумел найти время в своем плотнейшем графике, потому что мы даже по телефону толком никогда не могли поговорить из-за того, что Андрей очень постоянно занят. А чем он занят, он сейчас, собственно, сам нам скажет. Какой работой он занят вот на данный текущий момент? Да, я даже с собой прихватил, простите за выражение, прихватил. Прихватил. Артишу 22 февраля в Театре «Новая опера» будет два однакных моих балета. Поэтому всех приглашаю. Программа будет очень интересная, и в программе участвуют, в спектаклях участвуют только артисты Большого театра. Премьеры, солисты, артисты. Да, у меня график плотный, приходится очень много и ставить, и репетировать. И, ну, у ребят, мне кажется, график еще плотнее, потому что, например, сейчас, выбегая из театра к вам на эфир, в Большом театре закончилась Раймонда, а до Раймонды они пришли ко мне на репетицию, понимаете, а еще свои репетиции в театре творится «Сумасшедший дом». Ну, вот этот вот проект, он полностью в качестве хореографа-постановщика, режиссера-постановщика. Я правильно говорю? Да, да, абсолютно верно. Ну, я еще выступаю, конечно, как артист, меня просили, чтобы я тоже вышел на сцену как артист и танцевал, потому что я, как и повторяюсь, уже в каком-то интервью говорил, что мои друзья, близкие и родные говорят, что Андрюша, ты еще не все сказал на сцене. Мы абсолютно в этом уверены, несмотря на то, что, конечно, уже огромный творческий путь и количество постановок, которые исполнял мой сегодняшний гость Андрей Меркурьев, я даже боюсь просто перечислить. Если мы будем перечислять названия балетов... Которые я исполнил. Да, то это займет, наверное, до конца эфира будет идти только один список. Но наша программа винил и грамм-пластинки и те истории, которые связаны с ними. И начнем, конечно, по порядку самых каких-то ранних воспоминаний, которые связаны с музыкой и связаны с пластинкой. Я вижу, что перед моим гостем уже лежит одна пластинка. Почему же, интересно, мы выбрали ее? Юрий Антонов. Прекрасно. Хороший выбор. Если мы говорим про детство, вот я вспоминаю сразу же, когда мы с семьей ездили в Махачкалу, на юг, и почему-то вот Антонов там. А где проходил детство? Где родился? Сам я родом из Сыктывкара, республика Коми. Маленький город. И вот сегодня я в Москве. Ну, так это до Москвы, это прямо получается, вчера был в Сыктывкаре, а сегодня я в Москве. Но там целый огромный путь уже пройден. Ну, условно, путь, борьба, стремление, желание. Сегодня я с вами здесь. Отлично. И первая пластинка, которую мы сегодня представим, это пластинка Юрия Антонова и песня, как она называется? На улице Каштановой. На улице Каштановой. Ну что, заведем ее для наших слушателей? Обязательно. Еще, вы знаете, вспоминаю момент из детства, когда мы жили с родителями в общежитии, и когда был выходной день, безусловно, родители заставляли детей, заставляли, может, просили убираться в своих комнатках, в своих уголках. И почему-то вот я включал именно Юрия Антонова. Как-то он меня вдохновлял какому-то такому творчеству. И в творчестве в плане уборки в том числе, как я понимаю. Конечно, это же тоже творчество. Не, подожди, давай сначала все-таки, я зарезал самое начало пластинки. Это же надо попасть, это же прямой эфир. О, Юрий Антонов в программе «Винил». Хочу предупредить всех наших друзей в Фейсбуке о том, что музыку мы даем качественно, только в формате вещания FM, потому что это связано с правами, иначе нас заблокируют. Елена Андреева, Миша, я тебя вижу и слушаю, прекрасно. Вячеслав А. нам сказал привет. Поэтому, пожалуйста, все, да, можем Андрею передавать привет и задавать вопросы, потому что в тот момент, когда будет звучать музыка, чтобы не было пауз, мы будем заполнять какими-то моими разговорами, нашими разговорами болтовнёй, чтобы в Фейсбуке не скучали в этот момент наши друзья. Да, правильно, правильно. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот у вас, я знаю, что есть, и Фейсбук, и Инстаграм, сами ведёте его? Сам веду. Сам. Сам. Всё сам. Когда завёл первый раз Инстаграму, это было года два, два с половиной, может, назад, поместил туда две фотографии, потом подумал, что зачем мне это нужно? Так. Боже мой, это же целая работа. И вот спустя какое-то большое время я сейчас возобновил, потому что почувствовал, что мне нужно... А, потому что это средство массовой информации, и это всё работает, опять же, на артиста. Каждая, каждая вот эта вот публикация, поклонники начинают ждать, они смотрят, они слушают, и это очень такой важный момент. Конечно, даже вот я повторюсь опять 22 февраля вот в новой опере, проект мой, безусловно, мне лишний раз представить его, пригласить друзей, знакомых, даже кого не знаю. Чтобы вот люди пришли и получили удовольствие. Вот наши друзья уже пишут, собственно говоря, о том, что... Мы, кстати, идём 22-го, на его спектакль, пишет Сергей. Как приятно. Вот. То есть у нас люди всё это внимательно отслеживают. Сейчас камера на меня? Да. Да-да-да. Там слышно музыку, да? Да, конечно. Тихонечко. Тихонечко слышно наушниках. Просто если мы видим общение... Но мы одно ухо освобождаем. Вот здесь у нас идёт, играет музыка. Так. У нас играет Антонов на пластинке, вы видите. Вот она поставлена. Катерина Кулешова пишет. Супер эфир, потому что у нас супер гость. Заслушный артист России, ведущий солист Большого театра, хореограф и режиссёр. Ой, сколько шипастаси, сколько... Как много всего, и всё такое вкусное. Да. Так, сейчас после этого микшируем. Коля, приготовились. Давай, всё, пока. Как будто в детство давнее ведут меня они. Поёт Юрий Антонов на виниловой пластинке. Выпущены фирмы «Мелодия». Я так понимаю, что это 83-й год. Мой сегодняшний гость Андрей Меркурьев, заслуженный артист России, ведущий солист Большого театра, хореограф. Но я потом уже не буду перечислять, собственно, в серии «Галии», потому что те, кто включились с самого начала, уже поняли, кто у нас сегодня в гостях. Тоже родом из детства. И мы поняли, что детство прошло в Сыктывкаре. А кто родители? Расскажите, пожалуйста. Родители совсем не театральные люди. Папа по образованию у меня токарь. Мама по образованию агроном, но она, в принципе, свободный художник. Кем она только не была. Она была и в спорте, потом и там, и там, и там. Она у меня творческая такая личность. Ну, всё-таки, значит, творческие корни, они, получается, у мамы. Я думаю, что, наверное, да. И с мамой связана ещё история, что она занимала самодеятельность и балетом. Потом сломала ногу и бросила. И вот мне ребёнку запала вот эта вот история. И, наверное, мне вот захотелось воплотить как-то мамину мечту или желание. И я пошёл как-то так вот. И в каком возрасте было принято решение, что всё-таки вы выбираете направление балет? Балет. Десять лет. В десять лет. Это было осознанное решение. А вот до этого вы танцевали? Я занимался бальными танцами. Ещё в совсем младшем возрасте. Я думаю, что где-то с шести лет до десяти я занимался бальными танцами, да. Но занимался не так, что прям я прям стремился танцевать. Я и убегал, и прогуливал занятия. Прекрасно. Репетиции, тренировки, как называется, на бальных танцах. Ну, и за мной приходил мой педагог к родителям и говорил, что вашему сыну нужно заниматься, потому что у него чувство ритма, он чувствует пластику, движение. У него как бы вот есть всё к этому. Ему нужно танцевать и развиваться. То есть она понимала, что какие-то и физические, и творческие данные для этого есть. Потому что меня в балет не брали. Я длинный, и, как мне сказали, я плохо скоординирован. Вот. У меня какая-то раскоординация в движении. Мне, слушайте, вроде ноги передвигаю, хожу, но, тем не менее, в балет почему-то... А мне так хотелось. Я всегда смотрел на сцену и думал, господи, как же это здорово. Опа! Легко и красиво. Так вот, в 10 лет было принято решение. Да. А, собственно, куда поступили вы? Это ещё одна очень интересная история. В то время, как я говорю, в советское время, в детстве моего власти, в молодости моего детства, приехали из Уфы, из Башкирии в Сыктывкар, педагоги набирают детей в балетную школу. Вот туда ещё время было, когда вот ездили искать... И отбирали талантливых. Отбирали талантливых детей, способных к танцу. И у меня была своя история, что пришла мама и говорит, Андрюша, не хочешь попробовать? Вот приехали из Уфы. Я говорю, ну, конечно, почему бы нет? И мы пришли в театр, и меня взяли. Но спустя вот сейчас... Сколько лет прошло уже? 29 лет спустя. Я маме это рассказываю. Мама не говорит, сына, не так всё было. Ты пришёл домой и говоришь, мама, приехали из Уфы в наш театр и набирают детей. Пойдём, отведи меня, я хочу попробовать. А я сказала, что сына, мне нужна работа, я не могу с тобой пойти. И ты сам пошёл один, ты сам прошёл туры, и потом пришёл домой и сказал, мама, тебя все там зовут. Вот это... Оказывается, вот так всё было. А я все вот эти вот... Всю свою жизнь, скажем так, творческую такую, да, активно... Рассказывал другую сказку. Абсолютно другая была сказка. Вот эта история существует в том виде, в котором её последний раз расскажешь. И рассказав историю своего прошлого по-другому, можно перемоделировать её и перепрограммировать и будущее, и настоящее. Поэтому, конечно, мамина роль очень велика, насколько я понимаю, в жизни моего сегодняшнего гостя. И поэтому следующая пластинка, она вот не случайна, она не случайна в сегодняшнем эфире. В результате в Уфу-то пришлось уехать, как я понимаю, одному. Одному. И я помню, 30 августа мы собирали чемодан, и мама подошла ко мне и говорит, Андрюша, вот сейчас ты должен решить, завтра самолёт. Едешь ты туда или нет, потому что ты будешь далеко без родителей. Я помню, когда моменты были такие, когда родители приезжали, и я, конечно, очень долго мучился без них. Неделю после, когда они меня навестили, я плакал. Но потом как-то организм привыкал, и я опять входил в струю, и я уже не так сильно скучал. Я погружался в учёбу, поэтому как бы вот эта пластинка, она как бы вот очень актуальна, что мне тогда вот не хватало родительского дела. И пластинка уже на проигрывателе. «Поговори со мною, мама», поёт Валентина Толкунова. И на самом деле, ещё что самое интересное, вот эта пластинка, сегодня она звучит. Мама тоже была со своей мамой не очень близка, в том плане, что бабушка жила в деревне, а мама в город перебралась с папой, и мы жили в городе. Бабушка так и осталась в деревне. И сейчас я привёз родителей поближе к себе, они живут в Новой Москве, потому что я понял, что без родителей я больше не могу. И кому сколько осталось в этой жизни, мы не знаем, когда кто уходит, тем более сейчас такое сложное время, и много-много всего бывает. Я понял, что я хочу быть с ними. И так сложилось, что мы перевезли и бабушку. И теперь бабушка живёт в одной квартире с мамой. Это тоже как бы вот... Какой вы счастливый? Если бы была жива моя бабушка, ей было бы 103-114 лет. Какая прелесть. Её уж нет с 83-го года. У меня маме 78 лет. Наверное, как вашей бабушке. Нет, у меня бабушка его больше. Больше, да? Да. А сколько лет? 86. 86. Ну, это такое счастье вообще-то для мамы, то, что жива её мама, возможность оставаться как можно дольше ребёнка. И у вас бабушка. Ну, с возрастом бабушки становятся, как дети. Ой. У каждого своя какая-то вот такая судьба. И с возрастом, и чем мы дальше идём, чем больше мы превращаемся, как мне кажется, в детей сами. Ну, конечно, не в 50, не в 40, не в 30. Нам 28 лет не больше. Какой самый комфортный возраст? Мне кажется, в котором ты живёшь, и как ты с ним просто дружишь, сотрудничаешь. Это же... Ну, по-моему, дружите вы с ним хорошо, сотрудничаете тоже, потому что вам удаётся... Удаётся, во-первых, минус 10 абсолютно спокойно. Да нет, на самом деле, просто в каждом возрасте открываются какие-то такие свои грани, какого-то комфорта. Иногда по улице иду, и вижу пожилых людей. И ловлю себя на мысли, что я хочу быть уже пожилым человечком. Так, не надо выдумывать, пожалуйста. Вот тут, с этой точки, пожалуйста, дорогие друзья. Мы немножечко отвлечёмся. Внимание, Коля, выводили. Валентина Толкунова в программе «Винил-то пластинку», как и многие другие, сегодня принёс наш гость Андрей Меркурьев. И я знаю, что есть ведь истории, связанные с Толкуновой, что удалось с ней как-то встретиться. Да, 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 есть, действительно есть. Первый или второй, или третий год, я уже не помню, в училище, в балетной школе, мы приехали в Москву, в концертный зал «Россия». Там был какой-то концерт, посвящённый, может быть, 23 февраля, какой-то, наверное, мужской день был всё-таки. Потому что я стоял на служебном входе, и выходит Толкунова. Ну ещё ребёнком. Ребёнком, да, лет 12, наверное, 13 мне было. И она подходит ко мне, поздравляет. Я вот не помню, обняла она меня или поцеловала, уже врать не буду, потому что я был шокирован. Она очень близко ко мне была, и она меня поздравила с этим праздником. Это было так приятно. Ну вот и, собственно, сегодня мы вспомнили Валентину Толкунову. В нашей, во всей этой истории. Но, насколько я понимаю, что потом, после Уфы, когда закончили, сколько лет учились вы в училище? Восемь лет. Восемь лет. Восемь лет. И вот, собственно, после окончания уже было принято решение идти работать по профессии. Конечно. Я получил образование артиста балета, и я начал думать о том, что куда пойти, какой театр. И какой это был театр? Я вернулся на родину, в Сыктывкар. И Голь проработал там. В театре? В театре. И, собственно, какой спектакль был первым там? Вы помните, какая роль? Мне кажется, может быть, это были первые спектакли, участие в операх, в опереттах. А потом уже пошли такие, как одна из моих таких партий коронок, Торадор в Дом Кихоте. Попробовал себя немножко в Сельфиде. Может быть, это было один раз. Уже даже не помню, если честно, это было так давно. Но это был недолгий период. Но вот следующая пластинка, которую мы сейчас поставили на проигрыватель, это музыка Рахманинова. И, собственно говоря, почему вы выбрали сегодня в программу именно её? Потому что, как мы сейчас говорили про Сыктывкар, это именно тот год, который я работал в Сыктывкаре, и именно там я влюбился в Рахманинова. И он появился у вас на пластинках, появились записи на плёнках, и вы это слушали? Я просто заразился этой музыкой, и я слушал каждый день, и летом я выставлял колонки прямо в окно, чтобы люди слушали все, кто ходит по улице. Я хотел прямо поделиться вот этой какой-то радостью. И ещё я помню, что, когда я слушал Рахманинова в филармонии в Петербурге, когда я там работал, шёл второй концерт Рахманинова, и пошёл дождь на улице. А там окна были открыты, и вся эта вот свежесть пошла. Это было гениально, прямо в кульминацию. Вот я прям помню, да мурашек, вот сейчас пошли мурашки. А сейчас у нас в эфире как раз и звучит второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Партии фортепиано, Святослав Рихтер. Давайте немножко послушаем. Так, после этого мы переезжаем в Питер. И после этого мы переезжаем в Питер. Нет, нет, смотрите, значит, после этого мы делаем следующий ход. Вы говорите, и, собственно, моя любовь к классической музыке, которая началась с Рахманинова, она сейчас воплощается в том проекте, который я представлю 22 февраля. Перечислите ту музыку, которая будет звучать в этом спектакле. Хорошо? Потому что нам нужно... Доброй ночи, Михаил пишет, Дмитрий Мезницев, это джаз, спрашивает. Андрей, вы любите только классику или вы всеядны на все жанры? Я спрошу. Я могу отвечать на это? Бессмертная музыка Рахманинова в программе «Винил» с виниловой пластинки, выпущенной в 60-е годы, но наш гость родился гораздо позже, Андрей Меркурьев, солист Большого театра, заслуженный артист России, хореограф, с замечательной музыкой. Наш постоянный радиослушатель Андрей Мезницев спрашивает... Дмитрий Мезницев, простите. Андрей, вы любите только классику или всеядны на музыкальные жанры? Вообще я всеяден и в еде. Замечательный ответ. Но все-таки любовь к классике, она, видимо, определила, потому что все-таки танцевать приходится под классическую музыку. Вы думали, кстати, танцевать под Рахманинова? Я думал и все время эту мысль от себя отгонял, потому что, мне кажется, либо я не созрел к Рахманину, чтобы танцевать под него, либо, как вот я все время внушаю себе, что музыка Рахманинова очень сложна для хореографии, и мне кажется, Рахманинова нужно слушать. Его нужно слушать. А, собственно, какая музыка вообще любима вами из классики? И насколько она для вас сейчас вы используете в своей работе? Да, вот, например, 22 февраля у меня будет совсем разная музыка, скажем так. «Минималист» Филим Глаз, и здесь же Арнольд Шонберг. Как бы два разных поколения, два разных времени. С кем познакомлюсь я дальше, я не знаю. Я открываю каждый раз кого-то нового, нового, нового. Ну а как, вот вы открываете музыку и представляете какие-то номера хореографические? Я же совершенно этого, прям сразу же. Да, вот ставишь незнакомую музыку, и у меня сразу же идут какие-то мысли, идеи, образы. Сразу идет танец, движения, дуэты. И я понимаю, что с этой музыкой я хочу работать, если я сразу же вот вижу. И ловил себе на мысли, что мне нужно сразу же в этот момент и ставить. Замечательно. Но мы с вами сейчас возвращаемся к нашим пластинкам. И следующий, который подготовили, это после Рахманинова, у нас Чайковский, Щелкунчик. Я так понимаю, что эта пластинка, она связана уже с тем периодом, когда вы приехали работать в Петербург. В Ленинград, Петербург? Петербург, уже был Петербург, естественно. А в какой театр? Я приехал в театр, он сейчас называется Михайловский, тогда он назывался Мусоргский, но мы его называли Малый театр. И почему Щелкунчик? Потому что это был один из первых моих больших спектаклей, которые мне дали. «Принцы в Щелкунчике». Так это же сразу же главная роль, это ведущая партия в Щелкунчике. Да, ведущая партия. А «Принцы и Щелкунчика» танцуют разные артисты? Мне кажется, в разных редакциях везде по-разному. Например, в Григоровичу в Большом театре у нас три Щелкунчика. Маленький Щелкунчик – это воспитанники Академии балета. Потом превращается он чуть побольше воинственного такого Щелкунчика, а потом появляется именно ведущий, премьер театра «Принц». Итак, сейчас в эфире программа «Винил» звучит пластинка с настоящей, любимой всеми балетной музыкой из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Слушаем, а танцует у нас в студии Андрей Меркурьев. Ну что, танцуем? До этой самой. Танцуем. Эксклюзивный танец. Только у нас. У меня получается слишком как-то панкрезно. Слишком красивые руки, наверное. Очень красивые. Очень говорящие. У моей Михайловны Плесецкой были очень красивые. Я же помню ее вот эти вот номера. Когда были юбилеи, по-моему, 85 лет, она танцевала с… У нее был бижара номер с веерами. С веерами? Да. Много было. И я застал их еще на сцене, когда мы ездили из Петербурга даже на гастроли. Я помню, и только перешел ее в Большой театр. Мы часто гастролировали с ней. А с ней вы были знакомы? Да, конечно. Вот так вот мы были знакомы. И она была гениальна. Сберегите этот рассказ, потому что мы это немножко сейчас… Да? Да. Упомянем об этом. Прекрасно. Сейчас у нас идет реклама. Дорогие друзья, те, кто нас смотрят на моей странице в Фейсбуке. Напоминаем, что это программа «Веню» в прямом эфире. Мы слушаем те пластинки, которые сегодня к нам в студию принес Андрей Меркурьев. И пока у нас есть возможность немножечко выдохнуть. И дальше вас ожидают еще большое количество интересных сюрпризов и рассказов. Сразу же после реклама? Нет, не сразу же. Мы немножко поговорим, а потом мы отправимся на следующую какую-то историю. Что-то я какой-то смотрю, какой-то я помятый. Как я выгляжу-то? Напишите хоть что-то приободряющее. Кстати, у меня, вот когда Антонов изучал, я вспомнил, что у меня есть пластинка бракованная. О каком смысле? Вначале напечатали не ту этикетку. А, не те стороны? Нет, не те стороны, а просто другой исполнитель. А потом поверх наклеили, что это Антонов. Но она чуть отклеилась. Браковали. Какие партии еще не исполнял Андрей Меркурьев? Хороший вопрос. Я могу сразу сказать, что я не танцевал, например, Ивана Грозного. Но это, видимо, темперамент. Не участвовал в спектракле Ромео Джулетта Григоровича. Но танцевал в Лавровского редакции и Ромео. Это же разные редакции, конечно. Да. Все же еще от редакции зависит. Нельзя сказать, что я не танцевал в Ромео, если я не танцую в Большом театре. Я не танцевал. В другом театре? В другом театре. А по контракту можно было что-то танцевать на стороне? Конечно. А физически, насколько это возможно? Это же тяжело очень. А как может быть? И жить тяжело. Не так просто. Ой, жить тяжело. Все тяжело. Танечка Вакурова написала «Отлично выглядишь». И Александр тоже написал. Внимание. И сегодня в гостях у программы заслуженный артист России, ведущий солист Большого театра, хореограф Андрей Меркурьев. Мы слушаем пластинки и истории Андрея, которые он приготовил к нашей сегодняшней программе. Несмотря на то, что он очень занят и готовит сейчас большую интересную премьеру, которая будет, насколько я помню, через неделю. Да, через неделю. Через неделю. Да, через неделю. Так, через неделю. Так это среда... Это что означает? Что меня не будет на этой премьере? Что я буду сидеть в эфире здесь, на станции? Почему же надо сначала прийти на премьеру? Так. Потом заехать домой, привести себя в порядок. Так я в порядок приду на премьеру? Конечно. Конечно. Как же я приду? Я приду, что в спортивном костюме, в трениках. С премьеры? Сразу сюда. Вот. Вдохновленный тем, что я увижу. Это было официальное приглашение перед микрофоном? Официальное приглашение, безусловно. А тем более у нас за пультом будет стоять прекрасная Летина Йоффа. Дирижер, женщина. Главный дирижер театра САЦ. Ну так все. Мой вдохновитель. Вдохновитель всех побед. Но мне интересно, и приходит очень много вопросов, конечно, которые задают наши радиослушатели. Во-первых, спрашивают, а когда артисты балета выходят на пенсию? Это провокационный вопрос. С какого момента? Ой, это уже такая больная тема в моей жизни. Мама все время говорит, когда ты пойдешь подать на пенсию? Ну, серьезно? Да, конечно. Я уже могу сегодня пойти и оформить себе пенсию. Это очень забавно смотреть на молодого человека. Который рассказывает. Это вообще моя мечта, тоже уйти на пенсию, наверное, досрочную. Ну, я буду, видимо, трубить до последнего. Я бы, конечно, лучше бы больше работал. Но я понимаю, что, собственно, работа хореографа и то, что сейчас очень много на это тратится сил и времени, это же, по сути дела, следующий этап для артиста балета, как я понимаю. Правильно? Я думаю, что это, наверное, да, следующий этап. Но мне бы не хотелось сказать так, что, озвучить эту историю так, что ты заканчиваешь танцевать, тебе нужно чем-то заняться. Нет, конечно, это не так. Понятно. Мы знаем примеры, что артисты балета работали и танцевали долго. Вот моя Плесецкая, допустим. Кстати, удалось с ней познакомиться и общаться, работать. А вы знаете, Михаил, что сейчас такое время, например, приходит руководитель в театр, говорит тебе, тебе пора уходить. А вот раньше танцевали действительно долго. И поклонники могли любоваться своими любимыми артистами долго-долго, пока, может быть, все сами артисты не сходили по своему желанию со сцены. Да, у меня было много встреч с моей Михайловной, и я часто участвовал в вечерах. И мы ездили и в Париж, и в другие страны, и по городам нашей страны. И я, конечно, всегда восторгался энергетикой. Это нужно провести концерт, когда она уже даже была в возрасте. После этого прием, и она на приеме держалась прекрасно. И у нее приходило еще время подбежать к нам, к нашему столику, где сидели артисты. Я помню, она подбежала ко мне и говорит, простите, что я вам мало уделяю времени, но посмотрите, сколько гостей. Мне нужно всем, всем, всем. Я говорю, идите, 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 идите. Мы вас любим, обожаем, знаете. Это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Дорогого стоит. Она была вот какая-то вот такая человечная к нам, к артистам. Добра, открыто. И это был вся восторг, когда она выходила просто на поклоны, в концерте посвященные, да, когда артисты кланятся. И вот она в конце выходила, вот эти вот руки ее, эти позы. Это Кармен. Это фантастика. Лучшая Кармен. Это фантастика. И вы с ней вместе ездили и в зарубежные гастроли, а вот, собственно, первые зарубежные гастроли какие были у вас? Подождите, я вспомню историю, когда Галина Степаненко, прима-балерина Большого театра, подошла ко мне и говорит, Андрюша, приди, пожалуйста, на репетицию ко мне. Я репетирую Кармен с Плесецкой. Мне нужен партнер. А мы с Галиной танцевали. Я пришел. Я помню, Майя Михайловна показывала какое-то движение в дуэте Галине, как вот по состоянию существовать. И она отодвинула Галю и подошла ко мне, и схватила меня. И это было глаза в глаза. Я помню это ощущение. И тут я понимаю, когда молодой парень может влюбиться в зрелую женщину, взрослую. Она взяла быка за рога, и от нее не хотелось оторваться, отойти. Вот это вот была бомба. И я представляю, как она испепеляла, как она заводила своих партнеров, когда она выходила на сцену. Это фантастика. Но мы должны вернуться сейчас к пластинкам. И у меня есть одно предложение. Дело в том, что у нас вот по порядку нашему должна была идти вот эта вот пластинка с неким танцем. Я предлагаю его поставить нам чуть позже, а сейчас поставить... Потому что после разговора о Плесецкой, мне кажется, просто неуместна та мелодия, которую мы должны были завести. А мелодия – это танец кваква. И будет, наверное, очень смешно, что после разговора о Великой Мае прозвучит такая довольно смешная, забавная мелодия. Давайте сейчас поставим пластинку, а потом после нее мы немножко поговорим о том номере, почему она выбрана. Пластинка уже на проигрывателе – это музыка Александра Пахматовой, исполняет Муслим Магомаев, песня, мелодия. И посвящает Андрею Меркурьев памяти Майи Плесецкой и других великих артистов, с которыми ему, как солисту Большого театра, довелось поработать. И даже с кем не повелось, всем, всем посвящаем. Андрей, это называется программа «Сама себя верстает». Потому что, представьте, что после разговора о Плесецкой мы ставим на танцующих, хотя бы быть похож. Нет, это же прекрасно. Вот, а это вот просто… Это же реально для поклонников, ведь не обязательно балета, любого творчества, оперы, драмы. Как же приятно слышать тебя на любимом радио. Любви тебе, Ольга, Москва. Это кому? Это мне посвящено? Конечно. Вот, прелесть. Так, Коля, у нас мелодия, потом у нас танец кваква, Алла Пугачёва, и последний, ночной разговор. У нас войдут ещё три? Ну, пока там, не знаю, возможно, эту придёт сокращать, потому что она длинная. Ну, эту придёт сократить. Она у нас уже как-то была, и тоже сокращает. Ну, вот она не влезает никогда целиком у нас. Я хочу напомнить всем нашим зрителям в Фейсбуке, что в тот момент, когда звучит музыка, вы, пожалуйста, включайте радиоприёмники или сайт «Эхо Москвы», где в сетевизоре вы можете видеть полноценную трансляцию того, что происходит здесь у нас сейчас в студии. Всё-таки Фейсбук – это немножечко такая личная история. Я даю возможность вам подсмотреть, что происходит здесь у нас в студии. Но это более такая короткая дорожка к вам, ко всем, кто смотрит и любит радиостанцию «Эхо Москвы» и программу «Винил». Александр Неручев, всем доброго вечера. Ну, давай, на инструментаре как? Ну, давай сейчас в подложку уводим. А с чем связана история с этой песней и с этой пластинкой у моего сегодняшнего гостя, у Андрея Меркурьева? На эту мелодию был поставлен дуэт на Артёма Овчаренко и Анну Тихомирову специально для вечера Пахматовой в Кремле. Ребята подошли ко мне и попросили... Поставлен вами. Мной как хореографом. Хореографом, да. Потому что вы так сказали скромно как-то очень. Был поставлен, ну, был поставлен, ну и хорошо, замечательно. Он вами был поставлен. Он был мной поставлен. И я знаю, что многие радиослужители и вообще кто любит музыку и прекрасную музыку, и прекрасные голоса, очень любит Магомаева и моя близкая подруга, которая сейчас тоже, наверное, слушает это. И она, наверное, сидела и слушала и плакала. Она его очень любит. А слёзы наворачиваются, действительно. Это пронжительные песни. А всё, что написала Пахматова, это всё гениально. Нежность. Я могу слушать подряд, подряд, подряд. А в чём исполнение любите? Майя Кристалинская пела очень красиво. Потрясающе она пела. А я сегодня вспоминал, кстати, опять же, готовлюсь к одной программе, которая будет связана с Эдитой Пьехой. Пьеха пела Надежду, и Надежду пела Анна Герман. Если получится, то, может, мы в финале поставим её пластинку. Я даже не знаю, как нам быть замечательным танцем Ква-Ква, потому что это какая-то вот прекрасная песня. Но, может быть, мы попробуем всё-таки перейти к какому-то следующему этапу, потому что, опять же, после Магомаева у нас возникла такая очень высокая планка, культурная и музыкальная. И, насколько я понимаю, что вы человек с хорошим, с высоким музыкальным вкусом. Вы живёте всю жизнь в музыке. Вы танцуете под музыку. Это смешно, конечно, я сейчас сказал, да? Потому что танцевать без музыки, наверное, невозможно. Мне просто посчастливилось, что вокруг меня очень много творческих, талантливых людей. Даже те люди, которые не связаны с театром, они творческие по жизни. И меня это спасает, и как-то подталкивает, помогает мне, и воспитывает, что ли. А в чём силы вы находите? В чём силы? Да, силы для работы, для жизни, для творчества. Где ваш... в чём секрет, и где источник вдохновения? Мне кажется, просто мне не простят, если я остановлюсь, сдамся. И ещё мне кажется, что у каждого всё-таки есть какая-то судьба, как мы все говорим, да? Рук. Наверное, мне предначертано пройти какой-то свой вот такой путь. И мне, и что сказать, через хореографию, которую я сейчас стал заниматься постановками, я выбираю чаще всего репертуар, очень грустный, может быть, потому что жизнь у кого-то бывает счастливой, всегда-всегда, но всё равно она как биение сердца. Она неровная, я говорю. И в хореографии артистам тоже говорю, что ну не может быть всё ровное. Должен быть всплеск. Сердце не бьётся. Оно бьётся ровно только когда уже тебя нет. Могу только с вами согласиться. И подготовить следующую пластинку в нашей программе. А следующая пластинка – это песня «Ты снишься мне». Вот, собственно, я так понимаю, она, наверное, относится к тем пластинкам, которые слушали ваши родители, но, тем не менее, песня совершенно потрясающая. И певица, которая исполняет, я даже вот имя сейчас называть не буду, это будет ваша часть программы, объявить того, кого мы услышим в этом эфире. На самом деле, эта песня «Три счастливых дня» в исполнении Аллы Пугачёвой. Почему мне захотелось «Три счастливых дня»? А у нас, по-моему, «Ты снишься». А, да? Да, да, да. Мы же поменяли эту пластинку. Да, конечно, конечно. Потом я ушёл от своей идеи «Ты снишься мне». Почему сначала мне хотелось «Три счастливых дня»? Потому что в моей жизни реально было «Три счастливых дня». Эта музыка была очень связана с моей жизнью. А потом «Ты снишься мне». Теперь, когда я её слушаю, я по-другому к ней отношусь. Я не отношу её, может быть, к какому-то человеку. Я отношу её к жизни, к своему будущему. И мне снится, я даже не знаю, как передать это словами. Я хочу, я хочу, в принципе, увидеть, это мои мечты, моё желание, может быть, стать хореографом, хорошим педагогом, другом. Нет, конечно, больше хочется выразить себя в творчестве, состояться. И вот, наверное, это какое-то «Ты снишься мне» это связано с каким-то моим будущим, моим стремлением. Ты снишься. Ты снишься мне, моя мечта. Ты снишься мне, моя мечта. Давайте послушаем. И, конечно, спасибо только артистам, которые со мной сегодня, в моём проекте. Вот сейчас после этого сказать надо. Владимир, очень хорошая подборка музыки, Челябинская область. Здравствуйте, дорогие друзья, передача чудесные гости, музыка и ведущий. Самый лучший возраст 27 лет. О вашем гостю пожелание танцуйте Рахманина и Шемберга. Ольга из Эстонии сегодня с вами в прямом эфире. Я вступила в восьмой десяток, и ваша музыка моя. Вы работали за рубежом как хореограф из Казани, спрашиваю. Ну, очень много вопросов, мы не успеем на всё ответить. Удачи Андрею, танцовщику и хореографу 22 февраля. Талантливый человек, талантлив во всём. Максим Балитаман и поклонник творчества Андрея. Приятно. Это пишут люди, которые слушают сейчас радио. Которые слушают радио по радио. Тут огромная антиктория. Огромная просто. Ну, если сейчас сидит, смотрит весь Фейсбук, а потом вы можете сделать перепост вот этой вот трансляции в Фейсбуке, написать, был в гостях на программе «Винил». Да-да-да, конечно, конечно. Целиком вы можете послушать на сайте «Эхо Москвы». Так не хочется останавливать. Ну, придётся сейчас это сделать. В эфире программы «Винил» прозвучала пластинка Аллы Пугачёвой. Ты снишься мне, боже мой, какой замечательный голос, какая прекрасная песня. И сегодня в гостях Андрей Меркурьев, ведущий солист Большого театра, заслуженный артист. А, кстати, сколько лет уже званию «Заслуженный артист»? Когда оно было получено? Мне кажется, было до три назад или два. Я уже не помню. Понятно. Но оно абсолютно заслуженное. И тем более сейчас, когда идёт подготовка к большому интересному делу, в котором Андрей проявляет себя как хореограф. И, собственно говоря, вот можно ещё раз нам напомнить, как и что. И вернёмся к музыке, которая так что была, про мечту, когда мы говорили о том, что мечта. Ты снишься мне, это именно моя мечта, как бы я трансформирую её. И мне хотелось бы сказать, что вот не было бы проекта 22 февраля, если бы этой мечтой, этими волшебниками, если бы этих волшебников не было бы, наверное, со мной. Это артисты. Это артисты и... Артисты, друзья, коллеги, с которыми вместе Андрей работает, которые поддерживают. Да, все, кто в организации тоже меня поддерживает, ведёт меня. Нет, именно вот без артистов не было бы ничего. Потому что хореограф без артистов у них никто. Потому что музыка сама не может воплотить твои идеи. Только глина, артист. Да, только в творчестве, в совместном. И музыка, и артисты, и постановщик, и режиссёр, и дирижёр. Все, кто принимают участие в музыкальном спектакле, да в любом, собственно, все, кто выходит на сцену, это сотворчество. При том, что собираются люди яркие, индивидуальные, именно в ансаблевом звучании возникает то чудо, на которое приходят зрители. Мне хочется пожелать успеха проекту, успеха Андрею Меркурьеву. Пусть он приносит ещё пластинки. Мы встретимся и послушаем их неоднократно. Но я хочу для всех для вас, уважаемые радиослушатели, сегодня вот вместе с Андреем поставить пластинку той певицы, у которой вчера был день рождения. 81 год, извините, со дня рождения Анны Герман. И сегодня мы провели ночной разговор в программе «Винил» вместе с Андреем Меркурьевым. И завершим этот эфир песней Анны Герман «Ночной разговор». Хочу поблагодарить всех за внимание. Программу провёл Михаил Куницын, звукорежиссёр Николай Котов, продюсер Ирина Соларёва. И в гостях был Андрей Меркурьев. Андрей, спасибо большое за участие в этой программе. Спасибо вам и всем доброй ночи. И песня «Ночной разговор» завершит сегодняшний эфир программы «Винил». Слушаем. Анна Герман. До свидания. Он сказал «Спасибо вам, Михаил». Это получилось, что сказал «Спасибо вам» — это «Спасибо слушателям». Всем. У меня что-то сегодня... Сейчас, как бы спасибо всем. А теперь можно сказать спасибо всем зрителям в Фейсбуке. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы же ещё не прощаемся с ними. Мы ещё не прощаемся с ними. Вот. Когда делаешь хореографию, артисты спрашивают, что движение обозначает. И иногда, любое какое-то движение, когда ты вот делаешь какое-то что-то, говорят, а что это обозначает. И ты думаешь... И как это объяснить? Идёшь же изнутри, идёшь же изнутри всё. Да. И начинаешь просто раскладывать. И у нас тоже вот есть, когда мы сейчас говорим спасибо всем, я тоже говорю, делаем так. Они говорят, а что это такое? Я говорю, сначала Бог создал землю. Так. Потом воду. Ну, там, конечно, по-другому, динамика чуть-чуть. А потом дальше, дальше, дальше. Ну, мы начинаем, говорю, от этого. И это нашим будет ключевым таким вот. Очень интересно. Коля, кстати, дай звук. Пусть Анну Герман-то не забанят уж, наверное. Как знать. Я надеюсь, по крайней мере. Потому что в Фейсбуке, если даёшь зарубежную музыку какую-то, могут забанить и лишить нас прекрасной трансляции. Финальная пластинка в программе «Винил». Она, кстати, небольшая, поэтому в 56 ты должен закрыться, правильно ведь? Если что, добьёшь. Люба Шумкова пишет. Прекрасно, спасибо огромное. Завтра обязательно к этому вернусь. И послушаю на сайте подкаст со всеми композициями. Но я хочу поблагодарить всех, кто сейчас смотрел нашу трансляцию на Фейсбуке. Поблагодарить Андрея за то, что действительно он сумел найти время, встретиться, показать вот эту... Подожди, сейчас, 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 сейчас. Она у меня в зеркальном, что ли? Нет, наизнанку. Подожди, подожди, подожди. Вот, она была наизнанку видна. Московский театр. Новая опера. 22 февраля, среда, 2017 год. Звёзды балета Большого театра. Екатерина Красанова, Кристина Кретова, Семён Чудин и Андрей Меркурьев. Одноактные балеты. Конечно же, артисты Большого театра. Да. Так, вот, собственно, Андрей Камперев. И, конечно же, артисты Большого театра, не только эти имена. Нас будет очень много. Много будет артистов. Очень будет много артистов. Так, снимаем пластинку с проигрывателя. И, собственно говоря, на этом эфир программы «Винил» завершён. Спасибо всем, что вы были с нами. Спасибо всем. И доброй-доброй ночи. Пока. До встречи.